Здравствуйте, волонтер Мария, я вас слушаю. На горячую линию поступила очередная заявка. Пожилая женщина на самоизоляции, а продукты заканчиваются. Добровольцы точно знают, дело житейское. Скоро продовольственные запасы будут пополнены. В день региональный волонтерский штаб принимает около пяти таких звонков не только из Одинцовского округа, а со всего Подмосковья. Заявки передаются в города и уже распределяются по координаторам и волонтерам. И заявки выполняются. За каждой заявкой закрепляется свой номер, чтобы обезопасить людей. Волонтеры всегда готовы помочь не только с продуктами и лекарствами. Домашние работы тоже не боятся. Например, могут выгулять собаку, вынести мусор или оплатить услуги ЖКХ. Сегодня обратился дедушка Альберт Андреевич с просьбой доставить ему лекарства. По рецепту от доктора бесплатное лекарство. Я уже с ним созвонился, он меня очень сильно ждет. Альберт Андреевич из числа постоянных заявителей. Обращается за помощью к волонтерам раз в два-три месяца. Просьба всегда одна – получить и доставить лекарства. Денис, ну нас, к сожалению, в государственную аптеку официальные средства массовой информации не пустили. Удалось выполнить заказ? Да, конечно. Все, получил препарат для дедушки. Сейчас пойдем отдавать. Альберт Андреевич живет в Одинцово. Волонтеры передвигаются по городу пешком. И полезно, и экологично, и пунктуальности не вредит. Успевают по адресам вовремя. Очередной заявитель остался доволен. И это самое главное. Уверены добровольцы. Кто ко мне приходил, это отлично просто. Большое вам спасибо. За год в региональный волонтерский штаб поступило больше трех тысяч заявок. Только по Одинцово 654. И это еще не предел. Горячая линия продолжает свою работу. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.